Мероприятие, посвященное Дню детства и Дню родителей, в компании «Газпром Космические системы» проводится уже третий год. На этот раз, не изменяя традиции, на территорию телекоммуникационного центра, который расположен в городе Щелково, сотрудники компании приехали со своими детьми, а также пригласили воспитанников школы-интерната «Доверие». Оно у нас особенное в этом году. В прошлом году у нас было экологическое мероприятие с экологическим уклоном. В этом году оно у нас приурочено к Дню волонтера-добровольца, который нас этот год объявили, годом волонтера. У нас сегодня будет проходить благотворительная ярмарка. Мы собираем средства для помощи двум детям с особенностями развития, которым необходимы эти денежные средства, чтобы их какие-то маленькие мечты воплотить. Поскольку у нас все время разная направленность, мы стараемся все-таки приносить пользу обществу. В прошлом году проводили вот эти экологические акции, в этом году соберем деньги для того, чтобы детям нуждающимся отдать. То есть, чтобы дети чувствовали свою причастность. Для детей из школы-интерната «Доверие» этот день стал особенным. С ними сотрудники компании «Газпром Космические Системы» встречаются не впервые. Контакт уже налажен, ребятам здесь очень интересно, а значит, главная задача – порадовать детей – уже выполнена. Мне хочется узнать, из чего они сделаны, эти тарелки, и как вообще их придумали, и для чего. Интерес – дело хорошее, но еще одним важным и приятным моментом становится ярмарка под названием «Благодарю». Вот так символично разделено это слово, суть которого отражена наглядно. Сотрудники компании совместно со своими детьми подготовили угощения и различные поделки. Все собранные средства будут направлены на воплощение заветных желаний двух ребят. Разнообразная выпечка, безумно вкусное печенье, пирожки с различными начинками. Ну и, конечно, все сделано своими руками. Родители творили совместно со своими детьми. Здесь, на благотворительной ярмарке в компании «Газпром Космические Системы» можно приобрести все. А главное – все очень-очень вкусно и наверняка пригодится быту. Можно у вас купить печенье. Так, держите. Спасибо. Да, у вас там. Приятного аппетита. Маленьких гостей на празднике ожидал и сладкий стол, и аквагрим, и памятное фото, и, конечно, масса позитивных эмоций. Ведь добрые дела всегда приносят радость. Для меня это добро. Добро, которое мы можем сделать, это нам по силам. Мы можем кому-то помочь, для кого-то мы можем просто помочь. Потому что иногда это действительно очень сильно надо людям. Оказалось, идея проведения ярмарки принадлежит Ане Спиридоновой. Вместе с мамой они придумали, как поддержать ребят. Мы сначала подумали, что мы хотим помочь детям, мы будем участвовать в этом конкурсе. Ты сегодня сама что-то подготовила? Да, я помогала сделать маме тортики и домики, и поделки. Программа праздника была довольно насыщенной. Для всех подготовили развлечение на любой вкус. Дети и их родители подготовили и творческий подарок – концерт с удивительными яркими номерами. О чем мечтали дети? Да, обо всем на свете. Чтоб мама с папой были и жили, и не тужили. Лилия Тимимева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».